Здравствуйте, уважаемые зрители! Недавно я выпустил ролик, где сообщил вам, что Армения пытается закупить в большом количестве иранские дроны. И вот статья в издательстве ДАЗ. США должны наказать Армению за попытку купить иранские дроны. Об этом заявил Пол Голб. Вот он на фотографии, этот американский политик. Или кто-то из американцев, какая-то важная шишка какая-то американская. Заявка Армении на приобретение иранских дронов не может не беспокоить США. В то время как американское правительство выражает приверженность армян-азербайджанским мирным переговорам, данный шаг Керевана является ничем иным, как попытка дестабилизировать, без того хрупкий мир на Южном Кавказе. Армянские власти рассчитывают на то, что иранские дроны помогут вооруженным силам страны сократить существенное отставание от азербайджанской армии. Однако иранские дроны вряд ли сильно помогут Армении, учитывая наличие израильских ПВО у Азербайджана. Так что, видите, у Азербайджана сильное израильское ПВО, и армянам, как сказать, не помогут эти дроны. Об этом издательство ДСЗ сказал бывший советник, госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл. Так, что он еще сказал, извиняюсь, еще так, конкретно. И теперь вот, как отметил наш собеседник, материально-техническое обеспечение армии Азербайджана на порядок выше вооруженных сил Армении. И Еревану не стоит играть с огнем, надеясь на реванш. Сегодня Россия занята войной в Украине, это точно. Поэтому до Армении у нее нет дела. Делая комплименты в адрес иранских дронов, правительство Армении надеется на то, что Иран займет армянскую сторону и выступит против Азербайджана. Ну, это точно. Также есть надежда у Армении в отношении Франции, отметил экс-советник, госсекретаря США. По словам американского аналитика, отношения Вашингтона и Тегерана долгое время, ну, там уже практически все у них. Полная, как сказать, напряженная война практически уже развернулась по всей линии фронта, как говорится. Враги они. Поэтому приобретение иранских дронов можно, это дорого обойтись Армении. И вот, напомним, несколько дней назад бывший командующий корпуса стражи исламской революции Ирана, так, его фамилия Яхи Арахим Сефиви заявил, что Армения в числе стран, которые хотят приобрести иранские беспилотники, эти летательные аппараты, дроны Камикадзе. Ну, в очередь поставили, да, Армению. Там уже выстроилась очередь за иранскими дронами. И теперь армяне тоже хотят закупать. Ну, и вот еще тут такая новость. Армянин Манукян заявил, нам, армянам, Зангизурский коридор не нужен. В общем, армянам никакие коридоры Зангизурские не надо. Стали конкретно заявлять, вот уже. Реваншисты в Армении в ярости. Все решается без них. Так, Вазген Манукян протестует против открытия Зангизурского коридора, передает АЗЗ. Все коммуникации с соседними странами должны быть разблокированы одновременно. Все дороги должны быть частью суверенитета тех стран, по которым проходят. Об этом заявил журналистом экс-премьер Армении Вазген Манукян. Сегодня говорится лишь об открытии дороги, связывающей Азербайджан Нахичеваном. Получается, что Армения блокирована со всех сторон. А говорится лишь об одной дороге. Нет, нам этот коридор не нужен. Нам даже не нужно открывать эту дорогу. Я бы эту дорогу и не открывал. Ну, конечно, армяне протестуют против всех этих дорог через территорию Армении. Тем более, Иран тут уже вмешался, уже свое представительство кафани сделал. Тем более, Иран будет поднаускивать армян. Никаких коридоров, никаких там коммуникаций, чтобы не было открыто. Такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.